Песенно-поэтический фестиваль, посвященный приходу весны, прошел в минувшую субботу в поселке Дубровский. Фестиваль собрал множество талантливых людей, которые исполняли свои авторские произведения. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Ежегодный фестиваль вот уже в пятый раз собирает в Центре профсоюзов единомышленников со всей страны. Чтобы принять участие в песенно-поэтическом фестивале литературного объединения «Орбита-1», люди едут со всей Московской области, Тулы, Орла и других городов России. Предоставляет такую возможность поэтам, авторам и исполнителям организатор фестиваля Фатьянов Владислав Иванович. И основная цель – это весьма как-то приблизить к людям, чтобы они с улыбкой ушли теплыми, снег растает и души будут веселее как-то. Поэтому мы стараемся и музыке дать побольше, и стихи. Через пару мгновений начнется песенно-поэтический фестиваль. И выступающие не дождутся очереди, чтобы проявить свое творчество. Субтитры создавал DimaTorzok Проказница «Зима» – так называется музыкальная композиция. В исполнении дуэта заслуженной артистки России Мариамны Синайской и Владимира Победенова воспевает романтику в холодную зиму. Но общее весеннее настроение фестиваля чувствовалось почти в каждом произведении. Прекрасный фестиваль организован много талантливых людей, которых я лично с большим удовольствием слушаю и восхищаюсь, что талантами русскими земля не уменьшается, а прибавляется. В этом году помимо существующих номинаций, а это поэзия и музыка, организаторы фестиваля включили новую – награду активистам, пропагандирующим литературу и несущие ее в массы. Вопрос нравственного воспитания молодежи поднял один из участников – представитель церкви Диакон Владимир. Он исполнил стих «Соловушка» под аккомпанемент фортепиано. Несмотря на то, что сейчас заканчивается уже первая неделя поста, и может быть время не совсем удачно выбрано для такого концерта, но тем не менее этот концерт в первую очередь посвящен для того, чтобы возродить наши духовно-нравственные традиции и в первую очередь для будущего поколения, для того, чтобы молодежь наша как-то обратила внимание. Самой молодой участницей стала начинающая поэтесса Наталья Прошина. Девушка предпочитает писать в жанре любовной лирики и уже выпустила «Альманах». Помимо писательской деятельности, она успевает заниматься хореографией и показала на сцене красивый индийский танец. Наталья на своем примере дает своим сверстникам только один совет. Понять вообще для чего ты в этой жизни, что тебе нужно, к чему ты стремишься, найти что-то свое и этим делом заниматься. Я думаю, что это прекрасная возможность реализовать свой талант всем талантливым людям. Будем надеяться, что позитивный настрой фестиваля пробудет пока еще спящую весну. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Юлия Погосян и Адама